Сегодня у нас будет весьма специфический материал, так как я вам предложу взглянуть на вообще искусство как таковое и на то, что оно порождает, то есть на произведение искусства, с необычного рапорса. И для этого мне придется обратиться к автору, который, в общем-то, жил уже очень давно, почти 100 лет назад, и звали его Зигмунд Фрейд. Одна из ключевых культурологических работ Фрейда, Тотема Табу, вообще предупреждая вопросы, надо сказать, что Фрейд был не только психоаналитиком, то есть создателем психоанализа как такового, Фрейд был и достаточно серьезным культурологом, исследователем культуры, и его наследие в этом направлении породило целую волну исследований, и этой методологией пользуются и по сей день. Более того, вам скажу, если говорить о наследии Фрейда, то где-то к годам 50-60-20 столетия казалось, что оно уже безнадежно устарело, потому что первые Фрейдисты, то есть ученики, собственно, Фрейда, для того, чтобы внедрить его идеи в массы, мягко говоря, их упростили. Это если мягко говорить. А так, в общем-то, свели до уровня школьные схемы. И, естественно, когда эти школьные схемы показали на практике то, что они несостоятельны, то есть были опровергнуты наукой о человеке, казалось бы, что на Фрейде можно поставить крест. Но, начиная с 60-х годов где-то, с фигуры французского философа-психоаналитика Жака Лакана, началось возрождение Фрейда. Лакан показал, что Фрейда элементарно не читают, а пересказывают, что если обратиться к оригинальным текстам, там все далеко не так просто, и отбрасывать лишнее оттуда нельзя. И так воскрес Фрейд, и надо сказать, что сейчас им активнейшим образом пользуются во многих отраслях исследований, и в том числе и в культурологии. И если обращаться к хорошо переведенным источникам, либо к оригиналу, то никакой глупости, поверьте, вы там не прочтете. И никаких тех примитивных схем, против которых выступала антипсихиатрия во второй половине 20-го века. И у нас в России вот издается замечательное издание, это почти полное собрание сочинений Бундзигмунда Фрейда, 26-томник. А последние несколько томов вышли буквально вот только что. Поэтому если кто-то хочет, кто-то еще не читал друг Фрейда, или кто-то хочет его перечитать в нормальном переводе с современным комментарием, то вот это издание, это Зигмунд Фрейд собрание сочинений 26-ти тома. Книжки редкие, сразу же, скажу, разоскупаются сразу же в момент поступления в продажу. Но что-то найти можно. Книжки действительно очень стоящие, потому что здесь очень хороший перевод и не менее качественный современный комментарий. Здесь не будет пересказа Фрейда, здесь будет Фрейдовский текст, который, заметьте, очень поэтичен. Фрейд изначально хотел стать писателем. И он блестяще писал, очень красиво писал, он умел рассказывать. И его работы по культурологии, и даже по искусствознанию, их совсем мало бы и такие есть, очень-очень за мной. А его работы по психоанализу могут быть применены как культурологии, так и к искусствознанию. Методы его интерпретации сновидений, в общем-то, отличный метод для интерпретации произведения искусства. Как один из методов. Не истинно в последней инстанции, но тем не менее. Декорки. В своей работе «Тотем и табу» – это не отдельная книжка, 4 статьи, вышедшие под единым названием. 12-13 год, прямо на пороге Первой мировой войны написанная. А Фрейд обратился к весьма специфической области, а именно к антропологии и этнографии. Он пытается проанализировать, а что есть вообще природа архаического общества, и насколько эта архаика не вымерла сейчас. Имеет ли она хоть какое-то отношение к нам, а не только к примордиальным обществам, тогда их называли примитивным. Сейчас это некорректное слово, хотя, в общем-то, в слове «примитивный» ничего и видного нет. Это первичный, да, примордиальный. В этой работе Фрейд утверждает, что искусство есть рудимент архаичной магической традиции. И на самом деле это как-то мимо ушей пролетело, но это у Фрейда всегда так. У него что-то очень долго обосновывается, а какие-то вещи просто тезисно бросаются. Но эти тезисы вот как раз чаще всего не замечают. А это, простите, очень мощное утверждение. Он говорит о том, что искусство есть магическая практика, а магическое сознание – это сознание более древнее, чем анимистическое. То есть не то, что религиозное, а даже до-анимистическое. То есть магическое сознание – это первичная форма человеческого сознания, когда человек полагает, что его сознание всемогущее. А если быть точнее в терминологии, когда всемогущее его желание. То есть, если вы чего-то хотите, то оно непременно должно исполниться, сбыться. И действуют подобного рода сознания, с одной стороны, через проецирование наших этих бессознательных желаний, с другой стороны, через их удавление. Такой тип сознания был распространен задолго до мира демонов и уж тем более задолго до мира богов. Некоторые люди думают, что древнее общество религиозное. Религия – очень поздний период в стадии формирования человеческого сознания. Так же, как и наука. Наука сменила религию. Религия сменила анимизм и анимистические верования. До этого было магическое сознание. То есть, Фрейд относит искусство к самому архаичному пласту человеческой истории. И ведь действительно, если взглянуть на произведение искусства как реализацию непосредственно своего желания, то там оно срабатывает. Если вы вот захотите машину, то машина у вас сразу же не появится сама собой. Но, когда человек древний понимает, что что-то не так идет, он начинает, естественно, винить демонов, которые мешают реализоваться его желаниям. Но, если вы захотите нарисовать машину, вы ее нарисуете. Вы, может, ее нарисуете плохо, но вы ее нарисуете. Это значит, что в искусстве ничто не противостоит воплощению вашего желания непосредственно здесь и сейчас. И именно с вот этим уровнем изначально, судя по всему, оно и было связано. В некоторых книгах, вплоть до недавнего времени, а в том числе и в некоторых современных, иногда можно встретить очень глупый вопрос. Он формулируется примерно так. А зачем человек создал искусство? Почему вопрос глупый? А потому что у нас нет никаких оснований полагать, что человек его создал. Я бы переформулировал этот вопрос вообще по-другому. А зачем искусство породило человека? Потому что, если разбираться в этой правлении очень серьезно, то окажется, что первичным будет все-таки такая система, как искусство. И это многократно показывал. И древнейшим видом искусства является музыкальное искусство. Еще задолго до речи. Понимаешь, что танец не может появиться до того, как появилась музыка. Сейчас мы можем танцевать без музыки, потому что у нас уже есть представление о том, что такое музыка, и мы можем в голове держать виртуальный звук, то, что называется внутренним слухом, и под это танцевать. Но до того, как появилась музыка, танец невозможен. До того, как появилась музыка, естественно, никаких речи, тем более форме искусства и быть не может. Речь, может быть, тогда уже и существовала, но одно дело речь, а другое дело литература. Вообще не одна и та же. И если мы сравним древнейшие находки в области музыкальных инструментов с древнейшими же находками в области пластических искусств, то есть наскальные живописи и статуэток архаичных, то окажется, что, в общем-то, древнейшие из обнаруженных музыкальных инструментов настолько сложные и настолько по возрасту совпадают с древнейшей живописью, что им смело можно на 100 тысяч лет больше дать их зарождение. Понимаете, что если речь идет о 35-40 тысячам лет первой флейты, у которых несколько отверстий высверлено, это, по сути, современного типа музыкальных инструментов, которым можно очень много чего сыграть. Понятно, что от первых двух камней, в которые можно выстучать ритм, до этой флейты должно было пройти несколько десятков тысяч лет. Так что древнейшей формой искусства, очевидно, является музыка, а музыка появилась, скорее всего, случайно. Или из подражания, попытки контролировать ритм, когда человек вытесывает камень, чтобы он был острый, и понимает, что от скорости удара зависит звук. И его можно контролировать. При этом результат никак не поменяется. Вы как вытесывали камень, а мозг будет по-прежнему острым. Но вы можете стучать одним образом, вы можете стучать другим образом. И это подконтрольно вам. Вот она, непосредственная реализация желания. Вы хотите и тут же это реализуете. Древнейшая форма музицирования на флейте, на мой взгляд, вообще родилась из практики того, когда человек доедал костный мозг за более крупными хищниками. Дело в том, что у человека есть руки, которыми он может держать. А у пещерной гиены нет. Но пещерная гиена убивает жертву. Она съедает все, кроме костного мозга. Были найдены архаичные флейты, которые изначально, это не просверленные отверстия флейти, а клыки пещерной гиены. А теперь представьте, человек берет такую флейточку, начинает высасывать костный мозг. Это просто кость убитого хищника. И в момент, когда полностью весь мозг оттуда уйдет, появится звук. Если он случайно разожмет руку, которую он зажимал отверстие, звук изменится. Механизм запущен. Все. Да кто что породил? Человек на своем досуге сознательно думает, чем бы мне развлечься еще, как полагали марксисты. Но, простите, у того человека, который передал за пещерной гиеной, вот чего не было точно, так это досуга. Однако, все наиболее архаичные культуры сопряжены с произведениями искусства. Сделать чашу у гончара займет одно количество времени. Немного, надо сказать. А вот расписать эту чашу сложным орнаментом, на это уйдет в десятки раз больше времени, чтобы ее сделать. То есть, если сопоставлять эти процессы, они несопоставимы во времени. Но почему-то архаичные чаши расписаны. Делать было нечего, у них слишком много времени было. Нет. Не поэтому. Потому что то было первично. Человек попадает в сетку координат, которая начинает разворачиваться по модели Вселенной. И человек просто становится носителем этой идеи. В каком-то смысле это можно сопоставить с болезнью. Да, человек является разносчиком этой болезни. Понятно, что это металл. Ну, в таком случае, человек плод культуры. Естественно, человек как философская категория, а не физиологически. Да, это гоминида всего лишь. И искусство не является надстройкой, над бытовой сферой человеческой деятельности. Искусство и предшествует зачастую. Искусство выполняет важнейшую роль, и какую именно нам предстоит сегодня разобраться. Интересно, что вот эта форма сознания, самое древнее, магическое сознание, на самом деле существует и по сети. Оно считается, конечно, патологичным, но далеко не всегда вы таких людей встретите именно в клинике. Они ходят, работают, в институтах часто встречаются. Что такое магическое сознание? То есть, что бы вы ни захотели, вам кажется, что оно у вас есть. Если у вас желание не слишком сильное, то вы просто о нем забываете. Оно подавляется и тесняется. Если желание очень сильное, а реализация не наступает, то выгодится на туалете. Вам кажется, что оно реализуется. И на эту тему есть и большое количество кинолент, и серий там «Любит, не любит» и так далее. Но таких людей очень много можно встретить реально в жизни. Когда человек на полном серьезе думает, что у него отношения с каким-то другим человеком, а тот другой человек даже не подозревает о существовании этого человека. Вот галлюцинаторное решение проблемы. Хочется, значит, есть. Это магическое сознание. Самая архаичная форма сознания, какая только может быть. И рудимент этих древних паномагических состояний, когда принцип реальности, термин Зигмунда Фрейда, еще не способен нас вышибить из этой ситуации. Согласно Фрейду, одна из первых причин, почему появляется анимизм, это когда человек постоянно наталкивается на то, что он хочет, а оно не реализуется, и он, естественно, свеваливает всю виду на духов. Так и являются духи. Зачем нужны духи? Чтобы не отказывать своему сознанию во всем могуществе. Значит, просто какой-то дух тебе хочет напоказать. Значит, он уж дублый жить. И когда принцип реальности не работает, конечно, на уровне жизни человека это очень печально, он может попасть в психиатрическую лечебницу. И сосуществовать с таким человеком другим людям тяжело. Но, если говорить не о реальной жизни, а о произведениях искусства, то подобного рода, так скажем, ситуация, в общем-то, вполне адекватна. Когда человек создает образ мира таким, каким он его видит, таким, каким он хочет его видеть, а не такой, какой он есть на самом деле. И в этом нет ничего патологичного. В каких-то случаях нет ничего патологичного даже в применении паномагического сознания сейчас в обыденной жизни. Когда это бегство от непереносимой травматичности реальности. Есть такая спорная кинолента 2016 года, называется «Дочь Бога» с Кианом Ринзом, в одной из главных ролей. Играет, там он, скажу сразу, очень плохо. Вероятно, худшая его роль. Но фильм сам по себе интересен тем, что он ставит как раз вот эту проблему галлюцинаторности, когда человек за счет паномагического сознания спасается от непереносимой травматичной реальности. Он хочет, и оно как будто бы исполняется. Но на самом деле оно не так. Просто так он сбегает от того, что иначе бы его уничтожило. Художник в каком-то смысле поступает именно так же. Только это не патологично. Он, исходя из своих желаний, из своих представлений о реальности прекрасного, пересоздает мир. Но он пересоздает не реальный мир, тот, в котором мы с вами живем, а образ мира в том виде, в котором он это может сделать. Будь то в музыке, в литературе, или в живописи, или в кино. Это может быть роман, в котором у писателя появляется возможность посетить какие-то диковинные страны мира. Но вы знаете, что величайший писатель-фантаст, или писатель приключенческого жанра Жюль Верн, только в конце своей жизни накопил на своих же романах столько денег, что купил в таки себе яхту и стал путешествовать. Но он их написал в библиотеке. Он общался с путешественниками, он читал статьи в библиотеке, и он никогда не видел мира до того момента, пока его романы не стали очень известны, он получил столько денег, что позволил ему путешествовать. Или пример другой, когда скептик по жизни Лавкрафт пускается в чарующий мир фантазии, искатель духов и медиумов, который фанател от спиритизма Конан Дуэль, напротив, создает мир тотальной рациональности, где каждая тайна обязательно будет разрешена разумно. При том, что мы-то знаем, что он стволоверчением занимался. Как раз настаивал он о том, что непостижимый мир, и все полно богов, как сказал Павелез Милецкий. И такое пересоздание мира имеется в виду здесь не только фантастическое искусство, а любое искусство как таковое. Потому что, по крайней мере, на первый взгляд кажется, что когда мы обращаемся к произведениям искусства, в мир мы действительно можем реализовать все, что угодно. Нам кажется, что материя, произведение искусства очень свободна. Конечно, с этим можно очень жестко спорить, но нельзя спорить с тем, что материя произведения искусства более эластична, чем наш объективный материальный мир. Вернемся к книжке тотема табу Егнида Фрейда. Фрейд замечает, что именно табу, причем совершенно бессмысленные табу, организуют то, что можно было назвать субъектностью в нас. И, понимаете, когда дело что-то касается физической нашей сохранности, ну, к примеру, такой запрет, что, как вам там в детстве учат, что нельзя прыгать с крыши дома, или, перефразируя это на архаичный мир, нельзя прыгать со скалы на камни, или нельзя стоять в костре. Вот такого рода запреты на самом деле слабо организуют нашу субъектность. Почему? Так как легко убедиться в их разрушительной силе, а это значит, что мы будем избегать этого просто на животном уровне, на инстинктивном уровне. То есть до субъектности здесь еще, когда он думает пешком. Здесь нет амбивалентности, здесь нет нуменозности. А сочетание священного трепета с священным ужасом. Здесь есть просто страх смерти. Совсем иного рода запретами стоит считать, допустим, запрет на инцесты. Фрейд конкретно анализирует именно этот запрет, этот амбул. Это архетипический запрет, который, тем не менее, подвергнут такого же рода верификации, как запрет на то, что нельзя стоять в огне, нельзя. То есть мы понимаем сейчас, что да, наверное, а союз брата и сестры теоретически когда-нибудь там может привести к вырождению их рода. Но это мы знаем сейчас, когда появилась генетика. А, простите, премардиальные народы 40 тысяч лет назад не могли этого знать. И тем не менее, если брат переспит с сестрой, он сразу же не взорвется, не разобьется, голову ничем не проломит. Да, если он спрыгнет со скалы, проломит голову. А здесь никаких последствий нет. Почему возникает запрет, который, казалось бы, проверить на практике его погодность нельзя? Это невозможно. Более того, Фрейд показывает формы расширительного инцеста. То есть запрет на вступление в брак любого представителя, носящего один и тот же татар. То есть все, кто относится к одному татару, не могут вступать в брак. И более того, если обратиться к исследователям Фрейдера, есть такие аборигены, в Австралии в частности, у которых запрещено вступать в брак не только с представителями своего тотема, но и с некоторыми другими дружественными тотемами. В таком случае уже даже современная генетика вам никак ничего не сможет сказать. Это абсолютно бессмысленный с нашей точки зрения запрет любого из этих представителей, этих этносов спокойно бы расписали в любом запсе мира, в так называемых цивилизованных странах. Но у этих примордиалов запрет есть. Зачем им такой запрет нужен? Что он давал племени? И как это все может быть связано с произведениями искусства? Единственный вывод, к которому приходили этнографы эпохи Фрейда, что этот запрет является суеверием. То есть страхом, что при нарушении этого запрета человеку отомстят духи. И тут надо сказать, что Фрейд идет значительно дальше, чем его. А коллеги по этнографии и антропологии, которые на этом объяснении останавливаются, он справедливо указывает, что страх мести духов был бы оправдан только в одном единственном случае. Если бы духи правда существовали. Но, так как духи являются порождением того же коллективного, бессознательного, что и само Табу, то справедливо всегда задаться вопросом, а зачем этому племени в таком случае духи? То есть зачем же запрет, зачем же духи? Это зачем-то порождено, это некий механизм. А, соответственно, у Фрейда получается сделать на один шаг дальше и приблизить нас к весьма интересным выводам. То есть, получается, что суеверие для чего-то было нужно. А что, собственно, такое суеверие? Суеверие – это некая структура, это структура мышления, структура норм, ограничений. То есть это своего рода план помещения. Под помещением мы подразумяем весь мир, в котором мы живем. То есть суеверие – это структура канализации наших лимитинальных влечений перед направлением их определенным образом. Без ограничений, дело в том, что, если говорить совсем на чистоту, то если бы не было никаких ограничений, если бы не было никакой формы канализации наших влечений, наших желаний, то и этих желаний бы не было. И нас самих, как субъектов. Тело у нас, конечно, было, как у шимпанзе, люгорело. А вот нас, как человека, в этом теле, его бы не было. Потому что то, что сейчас любят так сильно провозглашать – тотальная свобода. Они забывают один маленький пункт. Тотальная свобода предполагает и свободу от свободы тоже. И, соответственно, в моментах, когда мы можем встретить реально тотальную свободу сейчас, это люди с полным психотическим расстройством личности, у которого ничто, ни в какую систему не складывается. То есть объект этот он все видит, но они у него ни во что не срастаются. Почему? Потому что нет никакого запрета. И вот он просто сидит вот так и смотрит. Его гормят из ложечки, да, или даже капельницу ставят. Потому что ни во что этот мир не складывается. Потому что нет никакого запрета, никаких ограничений. Вот, ну, в общем-то, он тотально свободен. Естественно, он тотально свободен также от себя, от своей воли и от чего бы то ни было еще. Вот. Поэтому получается, что суеверие на самом деле в высшей степени нужная вещь. Это форма выставления запрета, виртуального запрета именно в нашей психике, которая позволяет канализировать таким образом наши увлечения, чтобы они функционировали в наибольшей степени неэффективно. Чем в большей степени мы ставим ограничения, тем в большей степени оказываемся свободны. Потому что вот в этом оставшемся кусочке мы действительно можем маневрировать по своему желанию. Поэтому суеверие это мирообраз со своими ничем кроме этого мирообраза не обусловленными ограничениями. Именно это организует нас как субъектов. Именно это организует и наш социум, человеческий социум, надстройку на социум биологическом. И естественно произведение искусства также является мирообразом. В этом смысле они вообще совпадают. То есть по сути это почти синонимы. И у любого произведения искусства также присутствуют с одной стороны личностного характера. допустим вы не сможете написать для малого барабана то же что вы напишете для скрипки. Потому что у него нет таких физических возможностей чтобы воспроизвести те звуки которые может воспроизвести скрипка. Или сколько бы вы не старались но сопрано не споет вам те ноты которые может спеть бас. Это физические ограничения. Родственные тем ограничениям которые есть у 20-метровой высоты на скалы. Но у любого произведения искусства есть еще и другого рода ограничения проистекающие как будто бы из него самого. Это ограничение эпохой то есть стилем времени. Ограничение локусом местом в этом времени. и ограничения которые проистекают из манеры письма автора которые их создают. То есть в каком-то смысле в последней вот этой точке в точке манеры мы сталкиваемся с индивидуальным выбором. И эти ограничения в этих произведениях автор расставляет так же не обусловлены ничем кроме как самим этим произведением. По сути произведения искусства здесь точно соединяется с суеверием. Другое дело, что если вы действительно будете верить, что произведение искусства функционирует как реальность в которой вы живете ну в общем-то оно станет суеверием в чистой форме. Пойдем дальше. То есть мы пришли к выводу что произведение искусства является точным аналогом магического мышления только в современной нам реальности. И есть одно конечно отличие очень мощное. То есть суеверие оно формировало нас, нашу субъектность за счет канализации нашего либидо на протяжении огромного количества времени. Суеверие складывается задолго до людей рожденных в социуме с этими суевериями и как правило переживает больше чем одно поколение. Когда речь идет о произведениях искусства здесь нужно говорить о временном контакте точечном контакте. Конечно это тоже не совсем так в искусстве очень важную роль играет эпоха и в течение каждой эпохи произведение искусства чем-то похоже. Очень важную роль играет логус допустим если говорить по оперному искусству то оперное искусство Франции и Италии начало 18 века это в общем-то две совершенно различные традиции мало чем друг на друга похожи здесь речь не только в языке совершенно оказан феномен это место но эпоха мы предположим 100 200 лет да может эти локальные традиции даже меньше еще как правило живут но есть вещи которые мы можем наблюдать не только на протяжении жизни автора но и автор может перерастать определенную манеру письма обращаться к чему-то другому и эти точечные моменты тоже обладают всем набором средств канализировать наши ледида каким обладало суеверие то есть получается это более гибкая точечная форма но основанная на том же принципе магической реальности магического мышления на котором была основана арханичная суеверная практика любопытно получается если анимистические представления но можно сказать что почти полностью исчезли навряд ли когда вы смотрите на дерево и вам приходит какая-то в это время мысль вы думаете что вам дерево сказало то есть суть анимизма да неумение разграничить внутреннее и внешнее пространство прежде всего религиозное как-то тоже в последнее время благ дело сходит на нет вот наверное ближайшие сотню или 200 лет оно окончательно откинет копыта научное мышление тоже стало на самом деле весьма и весьма серьезно барахлите почему они барахлят потому что они сменяют друг друга потому что они все основываются на чем на отказе от того что желание всесильное а очевидно человек не способен от этого полностью отказаться понимаете это то что изначально породило нашу сувекность вера во всесильность нашего желания поэтому оно переросло вот в такую гибкую и весьма интересную форму форму о произведении искусства и искусство сопровождало человека от момента его возникновения и до наших дней и до сих пор не было обнаружено ни одной культуры за всю историю всех наблюдений в которой бы не было произведения искусства то есть это не просто нечто случайное что мы используем для своего развлечения это базовая характеристика человеческого сообщества то есть если мы найдем сообщество у которого не будет искусства это будет очень серьезным аргументом не считать это сообщество человеческим но скорее всего мы просто не сможем войти оно не будет организовано в человеческое сообщество без искусства то есть произведения искусства погружают в нас в пространство дозволенного и запрещенного по-новому канализируя наши лебединальные влечения что на самом деле действительно способно изменить не только наш взгляд на мир но и наше взаимодействие с этим самым миром то есть человек действительно может изменяться потому что меняется его субъектность да это может показаться странным что если искусство это нечто по аналогии с уверием это же миф который нужно отбросить но проблема мифа в том что этот миф переорганизует саму нашу субъектность если он переорганизует кто то естественно когда этот новый кто вступает в ту же самую среду у него другие возможности появляются потому что он действует по-другому человек прикоснувшийся к серьезной трансформации за счет суеверия как в архаичных племенах или за счет искусства как это сейчас можно сделать реально переформируется он становится иным и в таком смысле искусство действительно меняет его реальность только оно меняет не окружающий его мир оно меняет его а вот когда применялся он он уже по-другому влияет на окружающий его мир и естественно может поменять и его по-другому исходя из иных оснований позволю себе небольшую цитату из Фрейда относительно действия суеверия и табу человек приступивший табу сам становится табу потому что обладает опасным свойством вводить других в искушение последовать его примеру он пробуждает зависть почему ему должно быть позволено то что запрещено другим то есть он действительно заразен поскольку всякий пример заражает желанием подражать поэтому необходимо избегать его самого примерно то же самое происходит и в произведениях искусства то есть произведения искусства действительно в каком-то смысле являются заразными и в этом смысле человек очень сильно рискует когда обращается к произведению искусства и с произведения искусства как с чем-то что можно просто ради развлечения посмотреть почитать это то что несоизмеримо сильнее вас это то что несоизмеримо сильнее любой вашей воли и то что вас меняет а не вы меняете любой глубокий контакт с произведением искусства может полностью переброшить вашу реальность. От слова совсем. И, конечно, когда человек руководствуется в выборе произведения искусства так называемым своим вкусом, он, естественно, в кавычках идет, то понятно, что прежде чем человек не сформировал действительно свой вкус путем долгой процедуры самодисциплины и длительного этапа своего эстетического развития, то под так называемым своим выбором мы можем видеть только конгломерат из заимствованных извне тех влияний, опосредованных контекстуальных влияний, которые есть из чужих взглядов, чужих мнений и так далее. Вот что еще поразительно, чем в большей степени вкус и мнение являются инородным для человека, то есть не его собственным, тем в большей степени, как правило, он его отстаивает. Оно более лебедянально нагружено. Если вы посмотрите любые формы, особенно посвященные острой проблематике, политической проблематике, да и эстетической зачастую, то вы можете обнаружить наибольшую болью относительно тех мнений, которые вы абсолютно такие же сможете встретить на любом другом форме. А это значит, что, поверьте, это мнение не было выстрадано и порождено этим человеком. Он просто откуда-то взял? Если его слово в слово, другие же воспроизводят люди. И именно за такие мнения будет наибольшая больная. Потому что, да, это прорубленный новый коридор, куда идет либидо. Естественно, в смещенной форме, но любая культурно адаптированная форма лебединальной энергии, она смещена. Это мне напоминает такую историю, я люблю приводить этот пример, пример с таблетками. А представьте себе, что человек решил во всем полагаться на свой вкус. Вот ему нравится красный цвет у тебя. Он приходит в аптеку, берет все таблетки красного цвета, начинает их употреблять тоже в тех количествах, которые ему хочется. Ну, понятно, что закончится, скорее всего, это фатально. В лучшем случае отравление, да, в худшем случае, если вам на тот цвет упадет. Но относительно искусства людям кажется, что само собой очевидное, это полагаться на свой вкус, полагаться на первое свое впечатление и что произведение искусства действительно можно употреблять в любых количествах. А что они для вас, а не вы для них. А вот это очень роковая ошибка. Потому что произведение искусства — это подлинная магия нашего мира. Это действительно магическая традиция, идущая с самых архаичных времен. И какую она роль выполняла в архаичных обществах, такую же она выполняет сейчас. Она изменяет нас, она порождает нас, она творит и наши возможности, наши ограничения, а не наоборот. Неудивительно, что такой крупный оккультист первой половины двадцатого столетия, как Алистер Кроули, вообще утверждал, что поэт выше мага. И это не простое определение. Потому что одно дело, что может сделать даже в действительности, мы предположим, существование подлинных эзотериков, то, простите, поэт своим словом может сделать больше, чем все эти эзотерики вместе взяты. И искусство действительно способно менять наше отношение к миру, а также изгибать саму нашу субъектность, что позволяет выстраивать иные формы отношений с тем, что Фрейд именовал принципом реальности. Неудивительно, что в былые времена искусство подчас панически боялись. Во многих культурах есть запрет на изображение человека, Бога и так далее. Это неудивительно, потому что считалось, что любой вред, причиненный изображению, с неизбежностью отразится на оригинале. В исландской традиции на протяжении веков существовал запрет на использование имен девушек в любовной поэзии. Категорический запрет под страхом смерти. Потому что считалось, что использованное в контексте стихов, а имя, отсылающее к конкретному человеку, с неизбежностью является приворотной магией. За это могли на костер пустить. В Исландии очень неохотно пускали на костер, там в наименьшей степени злобствовала инквизиция. Там около десяти человек всего погибло за все годы. Но это как раз один из тех пунктов, за которые на него можно было отправиться. За произведение искусства. Платон, как вы знаете, изгоняет поэтов, актеров за пределы своего идеального полиса. Отчего же такой страх, который мы сейчас утратили? Платон-то был, очевидно, поумнее, особенно, если вы прочтете, как он его загоняет, с величайшим почтением. Не потому что это плохо, а потому что это настолько хорошо и сильно, что он не знает, как рационально этим управлять. А значит, лучше, чтобы этого здесь не было. Чтобы объяснить вот этот страх, нужно обратиться к тому, а что, собственно, такое табу. Дело в том, что мы это слово понимаем неадекватно сейчас, неправильно. В нашем обыденном языке оно используется не в том смысле, в котором оно изначально использовалось. Дело в том, что это не просто запрет. Еще не так давно, ну, не так давно относительно, если сравнивать наш мир с миром реальности, там, 30 тысяч лет назад, да, то вот не так давно в древнем линии существовало понятие сакер, священный. Сейчас чаще всего сакер переводят именно как сакральный, да, оттуда, собственно, слово сакральный в русском языке. Но только в Риме слово сакер обозначалось также проклятым. То есть это амбивалентное слово, слово, которое отсылает к разрыву в действии обыденного закона. Любой преступник – сакер, император – сакер, священнослужитель – сакер, нарушение обряда священнослужения – сакер. Это священное или проклятое, какое угодно, только необыденное. То, что нарушает сложившуюся традицию, сложившуюся норму. Так вот, табу – это тоже самое, что сакер. Табу – это не запрет. Вождь племени – тоже табу. Священнослужитель племени – табу. Убит другого – табу. Прикасаться к женщине во время менструального цикла – табу. Понимаете? То есть и откровенно злой акт убийства, и акт, связанный с процедурой, которая должна предшествовать очищение табу. Священно действие тоже табу. Это амбивалентное понятие. А вот эту амбивалентность мы сейчас утратили. И сознание, естественно. Так-то оно никуда не делалось. Оно как организовывало субъектность, так и организовывало. Так и вот. А теперь представьте. Если каждый, кто прикасается к табулированному предмету, сам становится табу, то неудивительно, что искусство в таком смысле действительно должно быть мыслиться как табу. И неудивительно, что испокон веку статус деятеля искусства был крайне двойственным. Он граничил с поклонением едва ли не как богам, но в то же самое время они могли быть и едва ли не проклятыми. Это не обычный персонаж. Это не то же самое, что воин. Это не то же самое, что оратор. Нет. Это очень двойственная фигура, находящаяся на грани между демоническим и божественным. И естественно, каждый, кто прикасается к его искусству, в той или иной степени тоже попадает в зону действия табу. Он сам становится табу. Потому что табу, условно говоря, заразно. Каждый, прикоснувшийся к нарушению нормы обыденного, по своим примерам, позволяет и другим тоже нарушить эту норму. Что я вам, в общем-то, зачитывал из текста Зигмунда Фрейда. Как это действует в общество примардиальных народов, которые наблюдать в начале 20-го века, конечно, можно было в наиболее чистой форме. У них не было ни айфонов, ни интернета. У них не было даже еще ржавого велосипеда в Вождя Бле. То есть, произведение искусства оказывается в очень интересной форме. С одной стороны, это то, что действительно может менять реальность. С другой стороны, в социуме оно всегда находилось в зоне определенного рода табуированности. То есть, табулировано не все искусство, а определенного рода искусства. То, которое в наибольшей степени может дать вам свободу от тех норм, которые действуют в этом социуме. Ничего не напоминает. Почему с такой силой, интенсивностью навязываются определенные виды искусств и абсолютно умалчиваются иные? Потому что наш социум ничем не отличается от социума того древнего. Только количеством человечка на квадратный метр. В нем действуют те же самые законы. Те произведения искусства, которые звучат, которые вы видите, которые вы можете читать, которые максимально массово распространены, это те, которые вписаны, которые не являются табу. Они вписаны в саму структуру этого социума. Любое другое произведение искусства является табу. Да, про это никто не говорит, но в этих обществах, поверьте, большинство табу тоже невербализованы. Никто даже не знает, что нельзя. Он просто этого не делает. Он не знает, по какой причине он этого не делает. Просто знает, что так другие не делали. Значит, если он так сделает, его выгодят из этого общества. Бейтсон, когда изучал уже в середине двадцатого века племена, он с этим столкнулся. С тем, что они даже не знают о многих того. Они просто делают так, как делали их предки. И не делают того, чего не делают окружающие. Вот как функционирует искусство. В таком случае, естественно, если вы хотите принадлежать к тому, что называется субъектом эпохи, а заметьте, субъектность далеко не всегда индивидуальна. То есть просто большой человечек распределенный между кучей тел. Это абсолютно аналогично, если мы рассмотрим, что такое, в принципе, субъектность. Если вы хотите быть частью этого большого человечка, то, конечно, вам самое ценное – это шарить по рейтингам. И в первую очередь смотреть, читать и слушать те произведения искусства, которые в этих рейтингах презентуются. Если вы хотите как-то себя переформатировать и, заметьте, пуститься в, по сути, приключения, потому что вы не знаете, что будет на выходе, то тогда вам стоит обратиться к взглядам меньшинства и смотреть, что может быть интересного там. И, исходя из всего вышесказанного, я вам предлагаю и сейчас, и в следующую нашу встречу рассмотреть произведение искусства с очень неожиданного ракурса, как средство управления сознанием, то есть как средство построения новой субъектности. Да, безусловно, то, что через искусство можно управлять сознанием и сознаниями, знали ещё задолго до Платона. Возможно, сильно задолго. Но то, что я хочу показать нечто иное. Я хочу показывать не агитационное искусство, а то, что нас способны менять. Любое искусство, в принципе, даже такое, которое вовсе не несёт в себе ни текстуальной составляющей, то есть нарратива, ни графической составляющей. Ну, к примеру, чистая инструментальная музыка, не наделённой никакой программой, в которой ничего, кроме нот, нет. С детства нас приучают исключительно к вербальной форме коммуникации. Ну, ребёнка учат, что если он что-то хочет, попроси, озвучи. Когда получил, скажи спасибо. Включаешь в себе вербальную коммуникацию. Всё наше общество выстроено на вербальной форме коммуникации, как в виде просьбы, так и в виде требований, в том числе требований, обращённых к нам. То есть законы, порядок внутри организации, определённый этикет, в большинстве своём завязанный на основе. Но есть и иные формы коммуникации, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, хотя очень редко их замечаем. Социальное управление ориентировано на выстраивании систем требований и поощрений, которые осознаются рационально и сообщаются посредством слов. Искусство, особенно в его невербальной форме, то есть живопись, инструментальная музыка, архитектура и так далее, испокон веку тоже были рассчитаны на управление, на управление сознанием воспринимающим. Но реализовано это управление в совершенно иную форму. С одной стороны, в значительно более мягкой, с другой стороны, в несоизмеримо более устойчивой. Ну, к примеру, прослушав какую-то симфонию, вы навряд ли тут же умрёте. Хотя, на самом деле, и такие прецеденты есть. Другое дело, что их мало. Не так часто это будет случаться, как если вы примете грессивный яд, к примеру, или цианид. Но, восприняв глубоко, прочувствовав какой-то роман или какую-то симфонию, человек может поменяться радикально на всю оставшуюся жизнь. А вот от однократного приёма каких-то медпрепаратов – это крайне маловероятно. На протяжении веков в произведениях невиртуального искусства формировалась традиция воздействия на воспринимающее сознание посредством формирования определённого типа контекстов, попадая в который человек оказывался в иной системе ценностных координат, с иными доминантами, и в которых его сознание функционировало иным образом. Это не значит, что контекстуальное воздействие более эффективно, чем прямое требование, выраженное в слове. Это значит, что когда одна система не даёт нам желательного результата, рационально применить альтернативную модель. И умение, и знание этих альтернативных моделей даёт вам колоссальное преимущество перед теми, кто этого не знает. Если использовать известный анекдот, то цель здесь обучения не в том, чтобы дать человеку рыбу, и даже не в том, чтобы научить его рыбачить, а в том, чтобы научить, по крайней мере, не попадаться на крючок. И это предупреждение не случайно прозвучало, так как мы ежедневно подвергаемся мощнейшим силам контекстуального опосредованного невербального воздействия. И нужно хотя бы примерно представлять, как оно может работать. Приведу вам пример из области музыкального искусства. Пример инструментальная музыка, лишённая какого бы то ни было слова, которая не выражает какие-то конкретные идеи из жизни. Это является судьба звукового полотна. Более ста лет назад, в 1893 году, Пётр Ильич Яковский написал свою последнюю, шестую симфонию. Вот уже более ста лет люди в конце этой симфонии проявляют высшую форму своей эмоциональной жизни. То есть они рыдают. Более того, на исполнениях этой симфонии часто наблюдались случаи смерти. Когда человек с слабым сердцем, доходя до пика эмоционального волнения, просто не выдерживал и умирал. Это как раз тот случай, когда искусство может быть физически смертельным. Вот оно, идеальное управление как таково. Автор жил в царской России более ста лет назад. Он плод совершенной но социума. Социума, который больше не существует. С того момента прошло кучу лет. В нашей стране несколько эпох. И тем не менее, это произведение продолжает оказывать то же самое мощнейшее действие на людей. Причем не только о европойной расе. Но и всех национальностей. К примеру, наиболее популярен Чайновский в Японии. Который никак не может напоминать европейский тип мышления. Тем более, европейское мышление 19 века. По всему миру это сочинение исполняется в филармониях. Транслируется по радио, телевидении, в соцсетях. Есть в стриминговых сервисах и так далее. Безусловно, не все люди реагируют на эту символию таким образом. Но кто-то плачет. Кто-то сдерживает свой плач. Но есть одно но. Я ни разу не видел ни одного человека после концерта с этим произведением. Чтобы сразу после ее окончания он смеялся. А это уже очень-очень немало. Главное же в этом феномене то, что в самих звуках, которые используют Чайновский, никакой эмоции заложено быть не может по определению. Потому что звук это физическое явление. А эмоции явление психическое. То есть в самом звуке в колебаниях длины волны эмоции ноль. Если бы он использовал там, не знаю, предположим, инфразвуки или ультразвуки, воздействуя непосредственно на нашу физиологию, можно было бы сказать о какой-то физической хитрости. Но из тех звуков, которые есть в этой симфонии, с таким же успехом можно создать симфонию, выражающую радость, неланхолическую задумчивость или предельную аджетацию. Более того, если представить себе, что во время прослушивания вы все время выходили из зала или постоянно отключались, то, скорее всего, эффект будет сведен к минимуму. Если вам включить только последние такты этого произведения, то тоже крайне маловероятно, что это заставит вас выдать. Если вы ее уже до этого слышали, может быть, мы виртуально весь путь проделаем очень быстро. Но если не слышали, нет, не заставит. Никаким образом. А это значит, что автор выстраивает виртуальные коридоры, сложнейшие, по канализации нашего линии, которая идет, аккумулируется где-то и в последний момент вырывается таким образом, что оказывается неподконтрольным нам самим. Да, какой-нибудь плохой автор тоже может вас заставить чувствовать ту или иную эмоцию. Для этого есть абсолютно самый низкий уровень, который, в общем-то, тиражируется в огромных количествах. Но там мы эту эмоцию понимаем сразу же и в любой момент можем от нее отказываться. Здесь же автор, как грамотный хакер, под видом одного подкладывает нам другое. И мы не можем на это не отреагировать, потому что, когда мы доходим до пика, оказывается, уже поздно повернуть назад. Все, водопад включен. Назад грести уже не получится. Вот в чем дело. То есть оказывается, что такой феномен, как музыкальное искусство инструментальное, сопряжен с построением воображаемого пространства, в котором есть свои запреты и свои разрешения, это как зеркальный лабиринт, в котором канализируются ваши либиды, в котором есть точки его аккумуляции. И, наконец, последняя точка, когда автор бьет по вам же самим в вашими же собственными эмоциями. В его звуках, простите, эмоции ровно более. Там их нет. Если автор сам переживает, когда пишет симфонию, как некоторые представляют, то он будет, наверное, как плохой комик, который читает шутку и сам смеется. Больше никто не смеется. Здесь дело просто в умении построить эту виртуальную цепь, этот виртуальный коридор. И именно этим занимались представители искусства на протяжении всех эпох. Потому что если б они не научились погружать публику в необходимые искомые эмоции и погружать их глубоко, то они бы умерли от голода, им кушать бы было нечего, потому что им бы не платили денег. Им платили денег за то, что они умели добиваться такого эффекта. И в следующий раз мы с вами посмотрим, что это на самом деле можно сознательно разобрать. Можно понять, как это функционирует. Другое дело, что это по-прежнему не вербализовано. То есть на протяжении тысяч лет, сколько существует искусства, оно передается от учителя к ученику за счет тех же самых полунамеков. Подведению к некой форме, а не пересказу в виде слова. Благо дело, что я пытаюсь это проанализировать на примере своего же собственного творческого процесса и пытаюсь рационализировать то, что изначально умел делать или к чему пришел условно, скажем, субъективно. Тоже не на пустом месте, учившись у великих, но не получая это в той форме, вербально оформленной, которую я даю вам. Поэтому в следующий раз мы будем смотреть, как произведение искусства связано с самым глубоким, самым архаичным пластом нашей психики. Сегодня я лишь на него намекну. У Фрейда вы здесь нигде не найдете ответа на главный вопрос. А почему оно действует так? Он говорит, что да, это самый архаичный пласт психики. Что там? Это ведь не чистый лист. Чем заполнен этот самый архаичный пласт психики? Вот именно это я попытаюсь вам показать в следующий раз на примере и звуковом, и примере, прежде всего, презентации графической. Мы попытаемся разобраться, как на нас действует искусство и как ему удается действительно менять нас. Это не метафора. Оно способно из одного человека сделать другого человека. Оно не способно поменять нашу ДНК. Оно не способно изменить вашу биохимию крови. Но то, что мы называем человеком, это не тело. А вот человека оно поменять можно полностью. И менять многократно. У меня тогда на сегодня все, что скоро у нас время с вами закончилось. Есть ли вопросы у вас по сегодняшней лекции? Есть? Что за симфония? Шестая симфония Петра Ильича Чайковского. Си мино. Патетическое. Название не авторское. То есть у самого автора даже нет названия к ней. Прослушанная внимательно от начала до конца. Особенно, естественно, в концертном зале, а не в средствах уборных аудио, которыми обычно пользуются люди, она не может не привести человека к тому, что он не переживает очень острую скорбу. Но, собственно, сам композитор спустя небольшое количество времени после ее окончания скончался. И примеров было немало, когда люди действительно умирали в зале. Просто в концертном зале. Не выдерживали той силы эмоций, которая там представлена. Но если вы послушаете саму году финала, собственно, в которой все и мрут, от которой переживают отдельно, вы более чем в грусть не погрузитесь никаким образом. То есть дело не в этом фрагменте, а дело в самой архитектурной постройке, как он приводит вас туда. Вот, в общем-то, что такое произведение искусства. Это не легенда, это не нечто просто красивое. Это структура. Это структура, которая порождает структуру нашей субъектности, и которая именно таким образом и выполняет свою базовую функцию. Ее базовая функция организационная. Поэтому она, в общем-то, до сих пор есть. Иначе бы она вымерла вместе с наступлением эпохионизма. Ладно, тогда до следующего раза. Надеюсь, что все остальные посмотрят в сети лекции. Я сегодня или завтра загружу вас в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok